друзья всем привет с вами снова и добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и сегодня по прошествии недели я бы хотел рассказать вам абсолютно все о телефончике от компании realme c3 вот уже неделю я пользуюсь данным телефоном и сложил для себя уже некоторое мнение и обо всех плюсах и минусах данного телефона сегодня мы с вами поговорим но прежде чем мы начнем обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал если еще не подписаны это поможет мне в продвижении видео и позволит делать для вас много нового контента поддержите меня поддержите канал я буду вам очень и очень благодарен ну что ж поехали давайте чередовать плюсы и минусы данного телефона и начнем с плюса это огромная батарея 5000 миллиампер даже сейчас является большой батареей стандартом де-факто сейчас является 4000 миллиампер а все что больше это действительно большая могучая батарея в данном телефончике в этом большом корпусе в 6 половиной дюймов смогли уместить батарейку на 5000 миллиампер которая держит более двух суток в режиме тестирования я нагружал телефон очень сильно я играл в игрушки я смотрел видео я смотрел youtube я пользовался интернетом я фотографировал я снимал видео я делал все и телефон жил больше двух дней это фантастика ребята это действительно очень и очень круто я думаю что в стандартном режиме использования у моей супруги телефончик будет жить 3 а то и 4 дня дело в том что она особо не играет в игры да и мало смотрит фильмов на телефоне в основном это телефонные звонки интернет и соцсети я думаю что действительно мы получили долгоиграющий долгоиграющий телефон несмотря на то что он бюджетный но из этого вытекает и минус телефон получился очень большим и очень увесистым и не каждому он подойдет не в каждой руке он ляжет как следует у меня действительно большие руки я метр девяносто два ростом у меня большая лапища и в принципе мне нормально но даже я с трудом снизу вверх вот так вот своим большим пальцем достаю что уж говорить о более миниатюрных людях девушках или парнях не такого высокого роста поэтому это мы сочтем за минус телефон подойдет не для всех еще один плюс мне понравилось как работает датчик отпечатка пальцев и так называемый face id ну то есть разблокировка по лицу работает они молниеносно быстро ну допустим посмотрим как работает датчик отпечаток только мы прикасаемся и экран загорается то есть в принципе вот это происходит за долю секунды нажали прикоснулись прикоснулись разблокировка разблокировка по лицу также происходит очень быстро я включаю экран смотрю на него и телефон быстро разблокируется смотрите все очень быстро понятное дело что разблокировка по датчику отпечатка пальцев происходит несколько быстрее но тем не менее вы можете пользоваться обоими вариантами это очень здорово плюс большущий экран 6 половиной дюймов он очень яркий насыщенный очень красочные цвета и действительно на него приятно смотреть действительно очень приятно но небольшой минус как говорят ложка дегтя в бочки меда он всего лишь hd плюс разрешение кому-то этого покажется мало особенно тем кто гонится за циферками ну а для всех остальных действительно очень классный большой экран на нем очень удобно играть и очень удобно смотреть фильмы поехали дальше по традиции я провел тестирование данного телефона различными программками и давайте посмотрим на попугайчики который набирает данный телефон несмотря на то что все телефоны сейчас практически все замечательно работают со спутниковой навигации я еще из той эпохи и помню те телефоны первые телефоны на мтк которые не могли подключиться к гпс у которых были большущие проблемы и по традиции по традиции я всегда тестирую насколько хорошо телефон с этим справляется о чудо я был приятно удивлен ребята вы посмотрите на это точность 1 метр 17 спутников в использовании я был в шоке на самом деле как вы видите мы в авиарежиме включен только gps никакого вайфа и мобильной сети то есть только за счет gps мы поймали 17 спутников и телефон показал просто сумасшедшую точность не каждый телефон на snapdragon который был у меня в руках за последнее время мог показать такую безумную точность ребят ну тут вопросов никаких нету да то есть очень часто у меня в комментариях спрашивают а можно ли использовать его как навигатор и не будет ли у него проблем ну ребят мне кажется комментарии излишне здесь все супер по традиции я естественно провел несколько тестов стандартный antutu здесь у нас все очень и очень неплохо для вот этого процессора который считается таким скажем так бюджетным и устанавливается в бюджетные средне бюджетные телефоны мы получили без малого без малого 190 тысяч попугайчиков даже сейчас даже в наше время это очень достойный вариант а уж для телефона стоимостью до 10 тысяч рублей мне кажется это круто geekbench показал нам более скромные результаты 1300 на все ядра и 384 на одно ядро но в любом случае это сопоставимо со snapdragon 665 а на одно ядро это даже лучший результат чем у snapdragon 665 который устанавливается тоже в бюджетные телефоны от того же realme или xiaomi то есть результат достойный ну и вы спросите как же все это великолепие работает в играх давайте посмотрим первая игрушка на повестке дня одна из моих любимейших она уже старенькая но тем не менее она позволяет нагрузить как следует ваш телефончик car x drift я практически всегда использую для тестов кто-то скажет что игра старая и пойдет уже на любой балалайке нет это не так на совсем плохом железе она будет лагать здесь же мы играем на максимально возможной графики и получаем стабильные 60 fps игрушка действительно очень и очень резво работает ну я прошу прощения за свое вождение к сожалению играю сейчас не из очень удобного положения поэтому здесь мы смотрим только на саму производительность игры а не на мое вождение в общем и целом игрушка действительно очень хорошо идет без всяческих проблем все эффекты присутствуют соответственно поиграть в такого рода игры вы сможете без проблем машинки это хорошо скажите вы ну а как же танчики как же быть любителем танчиков да никаких проблем скажу я на максимальных настройки графики здесь все играется очень и очень бодро никаких просадок fps мы получаем максимально возможную графику без всяких лагов подтупливаний все очень и очень хорошо работает игры это хорошо скажите вы ну а как же видосики пожалуйста запускаем youtube и смотрим любимые наши каналы любимых наших авторов без всяких проблем единственное но к сожалению так как экран здесь всего лишь hd плюс формата то максимальное разрешение которое нам позволяет установить приложение это всего лишь 720p 1080 выбрать на официальном приложении к сожалению нельзя каким образом можно выбрать 1080 я не знаю но с другой стороны нужно ли это на экране hd плюс это вопрос спорный но тем не менее 720p на мобильном интернете на этом экране смотрится очень и очень неплохо динамик у нас расположен с нижней стороны и здесь кроется небольшая проблема дело в том что когда мы держим телефон вот таким образом когда играем или смотрим видео мы перекрываем динамик и звука практически не слышно давайте я выкручу час на максимум вот таким вот образом а если я уберу то есть вот таким вот образом поэтому если будете играть или смотреть видео старайтесь не перекрывать нижний вот этот вот край держать телефончик вот таким арбор образом либо просто его куда-то вот ставить класть чтобы не прикрывать нижнюю решетку для динамика это еще один небольшой минус но естественно нам всем очень хотелось бы знать где сидит фазан ну а вернее как снимают эти камеры тройной модуль сзади и фронтальная камера спереди поэтому я естественно в разных режимах поснимал сделал много фотографий и на улице и в помещении снял несколько видео и теперь предлагаю вам ознакомиться с ними посмотреть и фотографии и видео пример я их буду показывать сейчас на большом экране для того что их было видно лучше а не с экранчика телефона ну а потом мы с вами резюмируем то и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Всем пока.